Сура 59. Сбор. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Восславляют Аллаха те, что в небесах, и те, что на земле. И ведь Он величественный, мудрый. Он Аллах тот, который вывел тех, которые стали неверующими в то, что Мухаммад является посланником Аллаха из числа людей Писания, а именно иудеев из племени Бану Аннадер, из их жилищ, которые находились в окрестностях Медины и были по соседству с жилищами верующих, при первом сборе. Это было первым изгнанием их из Аравийского полуострова на Ближний Восток. Вы, о верующие, не думали, что они, те иудеи, выйдут из своих жилищ с таким позором и унижением. А они, иудеи, сами думали, что их защитят их крепости от Аллаха и что никто не победит их. И Аллах пришел к ним, к тем иудеям, со своим наказанием оттуда, откуда они и не рассчитывали. И вверг в их сердца сильный страх. И вот они разрушают свои дома своими руками, чтобы они не достались верующим и руками верующих. Получайте же назидание, о проницательные, те, кто правильно видит и понимает события, что произошло с ними. Если бы Аллах не предписал им, иудеям, унизительного выселения из их жилищ, то Он непременно наказал бы их в этом мире тем, что они были бы убиты и пленены. И для них в вечной жизни наказание огня – ад. Это то, что постигло этих иудеев в этой жизни, и что ожидает их вечное за то, что они были против Аллаха и его посланника. А кто будет против Аллаха, то ведь Аллах суров в наказании. Те пальмы, которые принадлежали иудеям Бану Аннадыр, что вы, о верующие, срубили во время осады их крепости или оставили стоящими на своих корнях, то все это было сделано по дозволению и по велению Аллаха. Нет вам за это упрека, и чтобы он этим вверг в позор непокорных. И то, что даровал Аллах как военную добычу своему посланнику от них, из их имущества, то вам для этого не пришлось гнать ни коней, ни издовых верблюдов. Но, однако, Аллах дает власть своим посланникам над кем пожелает, над любыми врагами и даже без сражения. И ведь Аллах над каждой вещью мощен. И то, что даровал Аллах как военную добычу своему посланнику от обитателей селений, из имущества многобожников, и при этом не пришлось гнать верховых животных, то такая добыча не распределяется среди воинов, а принадлежит Аллаху. Расходуется на общее благо всех верующих. Посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путнику, у которого закончились средства в пути, и он не может продолжать свой путь, чтобы не оказалось это распределением только между богатыми из вас. И что дал вам посланник, будь то имущество или его повеление, то берите это. Примите, если имущество, и повинуйтесь, если это его повеление. А что он вам запретил, то от того удержитесь. И остерегайтесь наказания Аллаха. Выполняйте то, что он повелел, и прекратите совершать то, что он запретил. Ведь поистине Аллах суров в наказании тех, которые ослушаются его. А также из такой добычи дается неимущим, переселившимся в Медину, которые были изгнаны неверующими из своих земель, из Мекки, и лишены своего имущества, желая щедрости от Аллаха в этом мире, и его довольства вечной жизни, и которые помогают Аллаху и его посланнику, усердствуя на его пути. Такие они являются правдивыми, такими, у которых слова совпадают с делами. А те ансары, которые обосновались в обители, в Медине, и вере, уверовали до них, прежде чем прибыли к ним мухаджиры, любят переселившихся к ним мухаджиров, и помогают им, и не находят в своих грудях, душах, никакой нужды, зависти к тому, что даровано им, мухаджирам, из добычи. Они отдают предпочтение мухаджирам перед собой, хотя бы и было у них стеснение, даже если сами они бедны и нуждаются. И кого Аллах защитил от скупости и жадности, то такие будут обретшими успех в этом мире и в вечной жизни. А те, которые пришли после них, после ансаров и первых мухаджиров, говорят, Господь наш, прости нам и нашим братьям по вере, которые опередили нас в вере, которые уверовали раньше нас, и не утверждай в сердцах наших злобы, зависти и ненависти по отношению к тем, которые уверовали. Господь наш, поистине, ты сострадательный, милосердный. Разве ты не видел тех, которые стали лицемерами, как они говорят своим братьям из числа людей Писания, которые стали неверующими, иудеям Бану Аннадыр? Если вы будете изгнаны Мухаммадом и его сподвижниками из ваших жилищ, то мы непременно выйдем вместе с вами из Медины, и мы никогда и никому не подчинимся сражаться против вас. А если с вами будут сражаться, то мы, лицемеры, непременно поможем вам, иудеям. И Аллах свидетельствует, что они, лицемеры, однозначно являются лжецами. Обещания их ложны. Если они, иудеи, будут изгнаны из Медины, то они, лицемеры, не уйдут вместе с ними. Если с ними, с иудеями, будут сражаться, то они, лицемеры, им не помогут, как они обещали это. А если они, лицемеры, и помогут, то обратят тыл, повернут вспять, и затем не будет оказано им, иудеям, никакой помощи. Однозначно вы, о верующие, страшнее для лицемеров в их душах, чем Аллах. Это, причина их такого страха, то, что они, лицемеры, являются людьми, которые не понимают величия Аллаха. Они, иудеи, не будут сражаться с вами все, а вместе будут они только в укрепленных стенами и рвами селениях или из-за стен. Ярость, вражда их между собой сильна. Ты думаешь, что они, иудеи, вместе, а сердца их разобщены? Это, причина их такой взаимной вражды, за то, что они, иудеи, являются людьми, которые не разумеют, кто есть Аллах, и не размышляют над его знамениями. Они, иудеи Бануан-Надыр, подобны тем, которые были до них недавно, неверующим курайшитам, которые уже в этом мире вкусили пагубность своих дел, своего неверия и вражды по отношению к посланнику Аллаха, когда были разбиты при Бадре, и им уготовано мучительное наказание в вечной жизни. В своем побуждении иудеев к сражению и обещанию помощи они лицемеры, подобны сатане. Вот он сказал человеку, «Стань неверным». А когда тот человек стал неверным, он, сатана, сказал, «Поистине я отрекаюсь от тебя, поистине я боюсь Аллаха, Господа миров». И стало итогом для них обоих, и сатаны, и человека, то, что они оба окажутся в огне, аду, пребывая там вечно. И это воздаяние притеснителям. О вы, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил. И пусть каждая душа, личность, посмотрит, подумает, что она уже приготовила на завтра, какие деяния на день суда. И остерегайтесь наказания Аллаха, ведь поистине Аллах сведущ в том, что вы делаете. И не будьте вы, о верующие, подобны тем, которые забыли Аллаха, перестали выполнять свои обязанности перед Аллахом. И по этой причине Аллах заставил их забыть самих себя. Они перестали совершать то, что спасло бы их от вечного пребывания в аду. Такие они являются непокорными, которые вышли из повиновения Аллаху и его посланнику. Не равны обитатели огня, ада и обитатели рая. Обитатели рая, они достигшие успеха. Если бы мы не звели этот Коран на какую-нибудь гору, и она поняла бы смысл тех обещаний и угроз, которые содержатся в нем, то ты бы непременно увидел ее, смиренно расколовшейся от страха перед Аллахом. Но почему люди не становятся смиренными и покорными Аллаху от страха перед ним, ведь они понимают смысл его аятов? И эти притчи, примеры, мы приводим людям, чтобы они размышляли о могуществе и величии Аллаха. Он — Аллах, который таков, что нет другого Бога, кроме Него. Только Он является Богом, Которому должны поклоняться и служить, знающий все сокровенное и явное. Он милостивый ко всем и милосердный только к верующим. Он — Аллах, который таков, что нет другого Бога, кроме Него, Владыка, Создатель и Управитель всего, Пресвятой, причис своей сущностью от любых недостатков и своими деяниями от любых ошибок. Источник мира, верный, который правдив со всеми творениями, хранитель, который наблюдает за всеми деяниями творений, величественный, непобедимый, всевластный, превознесенный, которому принадлежит все величие и слава. Преславен Аллах, и превыше Он того, что они приравнивают Ему. Он — Аллах, Создатель, Творец, дающий облик. У Него есть прекраснейшие имена, восславляет Его все то, что в небесах и на земле. И Он — величественный и мудрый в управлении делами творений. Создатель. Создатель.